Ну что, и пока в Северной Корее сторонники Путина брят сует оружием. На другом конце континента, в Нидерландах, в Гааге, создают новую международную организацию. Она будет называться «Реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией». Что это за реестр, зачем он нужен? Поговорим об этом с нашим следующим гостем. В эфире Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Реестр, о котором мы говорим, как сообщает украинский Минюст, должен стать первым компонентом всем емлющего механизма репараций, который призван обеспечить выплату государством-агрессорам, то есть России, Украине, полных репараций за причиненный ущерб. Объясните, пожалуйста, вот этот реестр, зачем его создают именно в Гааге, зачем его создают как международный институт, и как он может работать, и главное, когда заработает? Ну, когда заработает этот вопрос к поворотливости международной системы, это во-первых. А во-вторых, для чего он создается и почему в Гааге? Мы знаем, там есть специальный военный трибунал, да, где в свое время судили разных военных преступников. Это первый момент. Второй момент, для чего он создается? Ну, смотрите, в Украине нанесены убытки. Убытки не только в финансовом плане, да, огромный урон человеческому ресурсу, да, человеческому потенциалу. Принудительная депортация детей, принудительная депортация взрослого населения на временно оккупированных территориях Украины, убийство гражданских, убийство военных, обстрел критической инфраструктуры Украины. А теперь давайте вспомним про ресурсы, то есть уголь, соль, металлургия. Сколько частных предпринимателей пострадало от российской военной агрессии? Это необходимо все посчитать для того, чтобы высчитать, сколько нам репараций должна выплатить Российская Федерация или как это государство будет называться после победы Украины. Вот, и соответственно, то есть как бы для того, чтобы это все правильно возместить, уже сейчас создается такая организация, чтобы в будущем все посчитать и для того, чтобы применить, вот как и сказано в заявлении, репарационный механизм. Да, тут еще интересный момент. По сообщению Минюста будет создан компенсационный фонд, который будет наполняться деньгами за счет конфискованных российских активов. Я так понимаю, это намек на незавидное будущее российских олигархов, имущество которых будут конфисковывать по всему миру. Или это о чем-то другом речь? Об этом в том числе необходимо же еще помнить, что у Российской Федерации есть огромное количество, ну давайте вспомним, да, посольства, рассотрудничества, русские дома, которые, кстати, до сих пор работают во всем мире, да, то есть это тоже как бы имущество и, соответственно, оно тоже как бы стоит денег. Я же поэтому и сказал, да, что это будет заниматься выплатой, точнее, будет выплачивать репарации Российской Федерации для того государства, которое станет преемником Российской Федерации. Ну, может быть, это будет какая-то конфедерация из субъектов, которые сейчас ходят в Российскую Федерацию. В том числе это, конечно, и олигархи. Мы знаем, что сейчас есть очень много олигархов Российской Федерации, которые открыто поддерживают диктаторский режим Кремля и поддерживают военную агрессию Российской Федерации против Украины. Но есть еще также и другие олигархи, да, которые, скажем так, открыто не поддерживают, но все равно участвуют, скажем так, в возобновлении экономики, обходе санкций и так далее. И тут необходимо помнить, тут необходимо задуматься тем предпринимателям в других странах, которые занимаются помощью, да, и обходом санкций Российской Федерации о том, что, ну, я скажу прямо, да, догонят всех, заставят заплатить всех, кто так или иначе поддерживал российскую агрессию против Украины. Это геополитически называется война. А поскольку это убийство невинных мирных граждан, детей, женщин, военных, это урон огромному количеству, в том числе и граждан других государств, да, национальных меньшинств, например, да, которые ассоциируют себя с другими государствами, потому что ведь когда российская ракета попадает, к примеру, в домах в Днепре, соответственно, там же могут жить не только граждане Украины, но и другие граждане. И об этом также должны помнить и олигархи, и предприниматели, и все, кто причастны к этим преступлениям. Догонят всех, это вы очень четко сказали. И вот, знаете, относительно темы мирных граждан, я думаю, вы согласитесь, есть некоторое такое ощущение, что наконец-то вот это давление относительно будущей ответственности Российской Федерации в контексте зверств против мирного, в том числе украинского населения, оно активизировалось, что я имею в виду во время Мюнхенской конференции, о которой мы сегодня много говорим. США в лице вице-президента Камалы Харрис заявили, что Россия совершила преступление против человечества во время войны в Украине. Вот что сказала госпожа Харрис. Их действия это нападение на наши общие ценности, нападение на нашу общую человечность. Скажите, пожалуйста, факты того, что во время таких масштабных мировых, можно сказать, форумов, как Мюнхенская конференция, уже прямо вещи называются своими именами. Это позитивный момент, который на самом деле трансформируется в конкретное наказание для преступников из кремлевского руководства, в том числе? Естественно, это позитивный момент, потому что на таких площадках, как Мюнхенская конференция по безопасности, просто так ничего не говорят. Мы помним, как в 2007 году Владимир Путин, диктатор, да, кровавый диктатор Кремля, он произнес речь, после чего в 2008 году началась военная агрессия против Грузии, потом началось это все в Украине, да, там с аннексии Крыма, 2014 год. Так вот, тогда Путин тоже произнес эту речь, с которой все началось. А вот сейчас говорят те вещи, которые фактически, ну если перевести там, да, с геополитического языка, которые в принципе уже говорят, что Путину приходит конец. То есть сейчас уже звучат те вещи, которые положат конец тем действиям, кровавым действиям, которые развязал диктатор Кремля и его диктаторский режим. И что я еще хочу сказать, да, то есть то, что сейчас говорят вот на Мюнхенской конференции мировые лидеры, да, это прямая заслуга, да, то есть как бы президента Украины, украинской дипломатии, гражданского общества Украины, потому что вот те, кто причастен, да, там, правозащитники, политики, государственные служащие, опять же, руководство страны, они все прекрасно знают, то есть мы все, да, вот и украинский народ прекрасно знаем, как тяжело еще в начале военной агрессии, то есть год назад, было тяжело продвигать вот эти вещи. Когда вот мы говорили, что это акты геноцида против украинского народа, и были дискуссии тогда еще, а сейчас мы видим, уже дискуссий нет, уже, как вы правильно сказали, все называют своими именами. То есть тут можно резюмировать, то, во-первых, догонят всех и по заслугам получат все без исключения. Те, кто занимается организацией депортации детей из временно оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию, те, кто заставляет сейчас украинцев в оккупации под дулом автомата отказываться от украинского гражданства, да, все получат по заслугам. Ответственность довонит каждого. А тем, скажем так, политикам, госслужащим Российской Федерации, которые находятся в России и думают, что возмездие их не настигнет, в который раз хочу напомнить историю фашиста, который прятался в Аргентине уже после того, как гитлеровский режим упал, и как его доставили в Израиль и осудили против преступления против израильского народа. Это Адольф Эйхман, да, насколько мне не изменяет память? Да, 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 вы правильно сказали. Соответственно, они это должны помнить и знать. Настигнет всех меч правосудия. Все будут отвечать за то, какие страдания они принесли украинскому народу. Я уверен, что и руководство страны, и гражданское общество Украины сделает все возможное для того, чтобы это случилось. А международные партнеры нам в этом окажут безграничную помощь. Ну вот, кстати, про международных партнеров. Ровно месяц назад Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала, который будет расследовать преступления, совершенные путинским режимом в Украине. Что вам известно за этот месяц, как продвигаются дела по созданию, да, потому что одно дело проголосовать за создание, а другое дело его создать и запустить работу. Были ли какие-то новости и какие вообще прогнозы по тому, когда трибунал заработает? Ну, я вам по прогнозам не скажу, да, потому что, как бы, великие дела делаются в тишине. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что украинская дипломатия сейчас работает 24 на 7 и даже больше, насколько это возможно. То есть сверхсилы на пределе человеческих возможностей, чтобы это все заработало и запустилось в ближайшее время. Потому что я же еще говорю, вот видите, сейчас уже говорят о создании, проводят какие-то механизмы, а еще год назад, в первые два-три месяца войны, об этом шли только дискуссии. И необходимо же понимать, что то, что сейчас создаются вот эти резолюции в Европейском Союзе, это впервые в истории. То есть впервые в истории проходят вот такие решения, создаются такие механизмы, и это все идет. Процесс запущен. Процесс запущен, и украинское руководство, и дипломатия, украинская, да, то есть я имею в виду дипломатическая служба Министерства иностранных дел Украины, делает все возможное, чтобы это было запущено, как можно скорее. Павел, спасибо громадное. Вы знаете, резюмируя вот нашу интереснейшую, важнейшую беседу, хочется сказать, вот на самом деле, самое главное, что ответственность обязательно понесут все причастные. Спасибо вам громадное за беседу. С нами был Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности.